Девушки отдыхают И продолжается пост И у нас на все будет добре Неделя блюд из бобовых А к тому же, мои друзья Асми как-то по неосторожности Сказала, можно даже выразиться Ляпнула Что вот это блюдо можно приготовить одной левой И более того Даже с закрытыми глазами Ну, она на самом деле очень легкая Каждая хозяйка с этим может справиться У нас эксперты так Если сказал что-то, что он может сделать То надо сразу что сделать? Доказать Ты меня пугаешь, Надя Конечно, одновременно завязать тебе глаза И обездвижить правую руку было бы слишком Поэтому Сегодня ты будешь готовить Одной левой рукой Если Асмик приготовит фасолевый рулет Быстро, вкусно И только одной левой рукой У нас с вами точно получится повторить Сейчас, одну секунду Посмотрите, что я припасла А для Асмик Это правая рука Давай Как удобно Скажи Как идти Привет Отлично Хорошо, что я больше ничего не ляпала Скажи, тебе же удобно, не дискомфортно Думаю, каждой женщине знакома ситуация Когда одной рукой готовишь Другой с ребенком уроки учишь Или вовсе держишь маленького ребенка на руках А ты не левша случайно? Меня пронзила мысль Да было бы хорошо, если бы была левша То есть все нормально Ты правша, и тебе будет достаточно сложно Что понадобится для приготовления рулета из фасоли? Фасоль, орешки, лук, морковочка Дижонская горчица Перец, зелень, укроп, шпинат Тимян и кунжут С чего начнем? Давайте предварительно я вам расскажу Как нужно варить фасоль Чтобы от нее не было никаких газообразований Вздутия и дискомфорта в желудке Для этого нужно залить фасоль водой на 7-9 часов На ночь, например? На ночь, например Да, и утром она уже будет такая более мягкая После замачивания слить воду А в кастрюлю налить новую воду И это нам поможет избежать вот этого сахара Который есть в бобовых И не будет газообразования Кастрюлю устанавливаем на сильный огонь И крышкой не нужно закрывать Поскольку сильный огонь, то вода будет выкипать И нужно ее постоянно доливать Бобы помешивать не нужно На готовку нужно где-то час-полтора После того, как нужно попробовать Если будут бобовые наши еще жесткие То продолжаем дальше еще минут на 15-20 Чтобы фасоль была мягкая и нежная по вкусу Во время варки предлагаю немножечко добавить подсолнечного масла Соль во время варки не нужно добавлять И фасоль готова Да Я ее отправлю в кухонную машину Ай, Надя, Надя Ты же видишь, как мне неудобно, Надя Конечно Извини, пожалуйста Ведь я же не тянула тебя за язык Если бы я знала, я бы была аккуратна Люди, будьте аккуратны, когда с Надей разговариваете Да это же какая прелесть Кухонная машина полностью работает за нас Теперь лук Нужно нарезать лук Слава богу, что мне его нужно нарезать крупно Потому что я же его отправлю потом в кухонную машину Ой, отлично Молодец, сама себя нахваливает Правильно Надо подбудрить себя Оп Оп Вспоминается, родной мастерша Вообще Скучаешь за этими сложными конкурсами, за экстримом? Ты мне не даешь по нему соскучиться А, я поняла задание То есть нужно постоянно что-то такое придумывать? Да, я ощущаю себя на кухне мастер-шеф Слушай, твой муж умеет готовить? Мой муж очень плохо готовит Вообще, мне иногда кажется, что он плохо готовит Потому что ему не хочется готовить Вот я тоже так думаю Ты так сбивчиво начала отвечать на этот вопрос Он не хочет готовить Не хочет А зачем, если есть астмик? Но вы когда познакомились и поженились Он знал, что ты хорошо готовишься Это было для него решающим фактором? Вдруг он из-за этого женился? Нет Точно? Ты уверена, что не из-за этого? Ну, я хочу на это рассчитывать, Надя Так, чуть-чуть доналем масла Разумеется, растительного Ведь мы готовим постное блюдо И будем жарить лук А в вашей семье соблюдают пост? Или у вас какие-то другие традиции? Моя семья не очень соблюдает пост Потому что Василий спортсмен И если я ему приду и в какой-то день Предложу пожить без мяса, без рыбы Без сыра, без творога Без животного белка То, конечно же, он удивится Скажет, жена, ты что? Поэтому лично мы не придерживаемся поста Ну, может быть, там последнюю неделечку Ты знаешь, мне кажется, даже те люди Которые не придерживаются поста Вот я, например, не придерживаюсь Все равно могут взять на заметку Эти блюда, которые мы готовим На неделе постных блюд из бобовых Потому что это полезно Недорого Ну и, конечно, рецепты тоже простые Мы выбираем, чтобы вам не приходилось Тратить много времени на кухне Асмик сегодня готовит одной левой Тем временем, Надя, я возьму сейчас орешки Орешки мне нужно раздробить На маленькие кусочки Надя, можно попрошу? Я помогу тебе, моя дорогая Еще орешки туда можно, пожалуйста? Сама-сама-сама А на вид ты слабенькая, хрупенькая А вон что творишь Готова? Да Я смотрю, тебе под левую руку Лучше не попадаться, да? Оказывается, да Я до сегодняшнего дня не знала Лучок Размягчился Ой, говорят, это очень развивает полушарие мозга Вот если вы левой рукой больше работаете Правая развивается Если правая, как большинство из нас Тогда левая А вот это сложная задача Это нереальная задача Орешек надо не жалеть Орешков надо много добавить Так, сейчас сюда добавляем кориандр Ой, наверное, помогу тебе Нет, ну чуть-чуть, да? Чуть-чуть Отлично Почти справились, Надя А сколько тебе таких листов? Чуть-чуть, парочку Отлично, достаточно Вот так Вообще к бобовым очень полезно добавлять специи Кориандр, кумин, перец Потому что тогда усваиваются легче Ну что? Поехали! Сейчас я это дело посолю А вот это будет интересно С учетом того, что у меня традиционно мельничка на кухне с солью Спасибо технике, что она раскручивается Ура! Ну вот, вы видите? Надеюсь, если масса сильно густая То можно немножечко долить отвара В которой проваривалась фасоль Для того, чтобы получить идеальное пюре из фасоли Мы воспользуемся насадкой кухонный комбайн В нашей кухонной машине Быстро и без усилий с нашей стороны Острые на жизнь ржавеющие стали Справятся с работой Мы только наблюдаем за процессом Орешек надо не жалеть Орешков надо много добавить Потому что благодаря вкусу орешков Вкус фасоли практически неузнаваемый Ну и потом Орехи тоже полезны Не менее, чем фасоль Не терпится посмотреть, какая будет консистенция Потому что я так понимаю Что это заготовка для рулета А значит, нужно, чтобы он и не разваливался И в то же время слишком сухим не был Вот, Надя Вот, Надя Готова пюрешечка уже такая Теперь мне нужно натереть морковку Опять сложная задачка? Я заметила, что когда становится трудно Асмик начинает напевать Слушай, Надя, у меня получилось Есть, Асмик, и с этой задачей Что ты только сегодня одной левой не делала Лук резала, морковку натирала Теперь мне нужно нарезать перец У меня консервированный перец Он такой уже мягкий А еще у консервированного перца Такой более насыщенный аромат и вкус И в фасолевом рулете он будет такой прямо пряный-пряный Теперь мне нужно зелень еще нарезать Ну это вообще легкотня Да, конечно Ты хочешь одной рукой держать и ею же резать? Молодец Отличный план Держись Держись, сказала Асмик разговаривает с укропом И вы, наверное, заметили, что укроп ее слушает внимательно Браво Вот И зелень у нас уже тоже есть Все Можно начинать формировать рулет Для этого мне нужна пленочка Ну что ж, на этом этапе я облегчу тебе жизнь Снимай ты уже эту рукавицу Боже, спасибо, Надя Я просто тебе теперь глаза завяжу А ты думала, что я забыла твое обещание, что это блюдо можно приготовить даже с закрытыми глазами? Извини, подвох Ты не шутишь? Я нет Я разве когда-нибудь шутила? Я же ничего не буду видеть, Надя Если твое блюдо такое простое, как ты говоришь Думаю, закончить ты сможешь даже в кромешной тьме Ли-ла-ли-ла-ли-ла Пожалуйста, не подсматривай, Асмик Я красива тебе Формируем рулет из фасоли Весело, правда, формировать? Вообще, мне нужно из фасоли выложить прямоугольник, фасоль Я обезопасила чашу, и ты можешь доставать все, что хочешь оттуда Спасибо А где моя ложечка? А ложечку я подам тебе Спасибо больше Надя, проследи, чтобы я не мимо хотя бы начала Сейчас ты посредине пленки, которую ты разложила, выкладываешь И сейчас тоже Ого, как ты так делаешь? Ты прям выкладываешь ровно в ряд Вдоль пленок Асмик, ты подглядываешь? Нет, я ничего не вижу А я не верю тебе? Ну, правда, смотрите, как будто смотрит и делает Толщина, Надя, должна быть где-то 0,5, 1 сантиметр Да, Асмик, это, конечно, мастерство Что тут сказать? Ну, вы полюбуйтесь Супер Все, идеальная, одинаковая толщина Красиво, да? Да, да, поверь Мне нужна горчица Она пришла к тебе? Значит, мне нужно это дело смазать сейчас дижонской горчицей Что, мимо? Чуточку Можешь руками, у тебя руки чистые Опять мимо? Нет, не мимо Все, здорово Супер Ты наткнулась на морковь и перец Это то, что нужно? Морковка, мне нужна морковка Ты хочешь вдоль всей длины, да, распределить? Идеально Получилось Это перец или морковка? Правильно Отличили перец от морковки Все Получилось равномерно Зелень К себе Укроп к себе К себе От себе Вот Оп Укроп Надя, спинат где-то был Так вот же был он только что Это он Ты решила вдруг его измельчить? Надя, это мелко? Это супер Отлично Заворачиваем Боже, у меня это получается, надеюсь? Да Да О, что ты делаешь? Что, вылезла? Ну невозможно Невозможно, глядя на эту совершенную работу Даже так шутя говорить Ой, асмику тебя не получает Ну все, получается просто здорово Теперь вот этот наш сформированный рулет Нужно отправить в холодильник где-то на час Поскольку ты должна увидеть эту красоту Я сниму тебе повязку О, получилось Благодаря тому, что мы сейчас это дело охладим немножечко Красивое дело Ой, ой, ой Да что вы, что вы делаете? Такой Вкус будет нежный Очень нежный, очень сочный Отправляем в холодильник Давай, давай Уже вообще не волнуется Убедилась в который раз, что руки-то золотые Как долго он там пробудет? Один час Час прошел Достаем свой рулетик Слушай, он похож по цвету на печеночный паштет, да? Похож, да Теперь немножечко сверху посыпаем кунжутиком Ах, какой аппетитный Асмик готовит рулет к презентации А я напомню рецепт этого блюда из фасоли Вам понадобится белая фасоль, грецкие орехи, лук, морковь, дижонская горчица, болгарский перец, зелень, укроп, тимьян, кунжут Морковь и фасоль отварить до готовности Лук поджарить, орехи измельчить К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян Измельчить в блендере до состояния пасты Выложить фасолевую пасту прямоугольником толщиной полсантиметра на пищевую пленку Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковку, измельченную зелень, измельченный болгарский перец Сформировать рулет и отправить в холодильник на час Готовый рулет украсить кунжутом Как это аппетитно! Асмик, по-моему, результат превзошел все ожидания Блюдо выглядит шикарно Хотя вы видели, что мы готовили Это блюдо одной левой рукой асмик Давай попробуем, Надя Давай Рулет необыкновенно мягкий Запаха фасоли нет Аромат болгарского перчика У меня Тимур, сын мой, тоже с удовольствием ест этот рулет Потому что в нем нету вкуса фасоли и запаха фасоли Да И таким образом и детки будут есть бобово, это же полезно, потому что полноценный белок нам всегда необходим Даже в пост Асмик, покорила ты меня этим рецептом Спасибо тебе, Надя Как я и обещала И просто, и вкусно, и сытно И в пост можно поесть Браво! Браво! Готовьте, пожалуйста Спасибо! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!